Футболистам «Луч Энергии» выплатили долгожданную зарплату за январь-февраль и первую половину марта. Прямо накануне матча с «Питерским Зенитом-2» игрокам и сотрудникам клуба погасили последнюю задолженность по заработной плате. Об этом сообщили капитан команды Алексей Рябко и руководитель пресс-службы Андрей Вялков. Теперь «Луч» остался должен спортсменам только премиальную часть за прошлый и нынешний год. Тем временем, приморская команда после трех ничейных результатов и одного поражения сдала свои позиции в турнирной таблице. Сейчас «Желто-синий» находятся лишь на 12-й строчке. Впереди у «Тигров» еще не один домашний матч, однако качество будущих игр, как и в случае с «Зенитом-2», может оказаться не лучшим. Причина тому – плохое состояние стадиона «Динамо», которому футбольный клуб должен несколько миллионов рублей. Конечно, жалко поле, что всегда вспомните, когда поле было в марте, когда подогрев фонар, лучшее было вообще, а то сейчас постарайтесь его потом, скажем так, сделать. Убить-то очень просто, вот потом его сделать, это поле, будет очень тяжело. Тем более у нас не агронома, никого нет. И все же очередной домашний матч «Тигры» проведут уже 1 апреля с астраханским «Волгарем». «Спартак» Приморья начал борьбу в четвертьфинальной серии «Суперлиги». Баскетболисты уже успели сыграть два выездных матча со своим соперником в плей-офф с «Самарой». Первую встречу «Приморцы» провели уверенно. Усилиями Ключникова и Кривошеева «Спартак» набрал большой запас трехочковых, на которые хозяева ничего не смогли ответить. Не торопясь, Владивостокский клуб заработал первые очко в серии со счетом 76-90. В ответные встречи «Самарцы» обновили состав, что существенно уравняло силы. Рывок хозяев в 10-0 во второй половине оказался решающим. После этого уже «Спартак» играл роль догоняющего, с которой, увы, не справился. В итоге «Самара» сравняла счет в серии 1-1. Напомню, серия плей-офф будет идти до трех побед. А вот «Приморочка» в двухматчевой серии с «Уфимочкой» не сдала обороты. Волейболистки оба раза обыграли гостей из «Уфы». Однако начиналось соперничество отнюдь не в пользу Владивостока. Ошибки на подаче и плохой прием у «Приморочек» привели к тому, что первую партию «Уфимочка» взяла почти с двукратным отставанием – 13-25. Но уже во втором периоде начался самый настоящий камбэк. Наши девушки стали наращивать преимущества, и в итоге каждая последующая партия заканчивалась все с более и более разгромным счетом. Итог – 3-1 победа «Приморочки». Второй матч также начался волнительно. Гости, казалось, вновь смогут без проблем взять первое очко. Однако в этот раз Владивостокский клуб сразу же поставил соперника на место и выбил себе победу с «Ухими» 3-0 на табло. Наша команда теперь находится на второй строчке в чемпионате и, по сути, уже в любом случае гарантирует себе место в тройке призеров высшей лиги А. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.